Добрый вечер, здравствуйте, Вахтанг Кухарадзе, Павел Картаев и наш гость, дорогой. Да, пожалуйста, позвольте представить доктора биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана и Института океанологии имени Шершова, Ран Андрей Викторович Гебрук. Андрей Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Мы говорим о тайнах океана, и сегодня, ну, пожалуй, самое известное место в Мировом океане – это Марианская впадина. Это прямо с детства же мы все учим, что самое глубокое место на планете. В школе нас учили 10-400, но прошло уже 20 с лишним лет, 25. Изменилась ли глубина Марианской впадины? Меня почему-то учили сразу, что больше 11, 11 с лишним. Официальная глубина считается, установленная в советских экспедициях, 11-22, 11 километров 22 метра. Но эту глубину много раз мерили и перемеривали. И никто, кроме вот наших советских экспедиций, глубже 11 не мог намерить. У всех почему-то получается 10-990, 10-980, там, ну, вот, плюс-минус. Ну, в общем, есть разброс. Но будем считать, что порядка, все равно это порядка 11 километров глубина. Давайте спустимся сегодня туда. Сколько будем спускаться по времени? Ну, если на знакомых мне обитаемых аппаратах, то это примерно, ну, полметра в секунду. Вот так вот. Это высокая скорость? Ну, вот хорошая скорость, да. Хорошая? Хорошая скорость, да. Ну, можно даже метр в секунду. Ну, вот метр в секунду, ну, считайте. Это, ну, часа, наверное, наверное, часов пять, наверное, займет. Метр в секунду. Но, в принципе, это скорость лифта, да? Лифт едет так. Ну, да, да. Это хорошая скорость, да. Вот на такой хорошей скорости вот где-то получится, ну, часов пять, наверное, займет только в один конец. А что происходит в батискафе? Правильно называть, да, батискаф? Этот спускаемый аппарат? Батискаф – это, если строго, вот на батискафе действительно историческое погружение в Марианскую впадину, 1960 год. Пикар и Уолш достигли этой глубины в аппарате, который называется батискаф. Он может опускаться только вертикально вниз, ну, под грузом, под весом, который он берет. Вот, потом этот балласт сбрасывает и поднимается строго вертикально вверх. Вот это батискаф. А есть аппараты, которые, ну, более автономные, ну, или так, более подвижные. Они, у них есть пропеллер, у них есть двигатель, они могут маневрировать, они могут опуститься, могут зависнуть. Когда они опустятся, достигнут дна, они могут вдоль дна немножко пройти, ну, в общем, могут там провести побольше времени, и потом непонятно, где всплывут, и поэтому с ними всегда нужна связь. Вот это такой вот, такой более современный и знакомый мне тип подводного аппарата. А правда, что он трещит, когда его опускают под действием воды, под давлением? Или это саспенс просто, чтобы потрепать нервы зрителя? Может быть, в подводных лодках там, поскольку это такая достаточно большая конструкция, там, может быть, какие-то звуки раздаются, потому что, ну, ты вообще внутри такого полого сооружения, сигарообразного, и там как-то гулка все-все отдается, и какие-то вот такие могут быть. Это я фантазирую, я не был в подводной лодке в погружении. Но в подводном аппарате, который знаком мне, он, кстати, называется подводный аппарат «Мир», у нас их два, «Мир-1» и «Мир-2», которыми вот наш институт, при участии института, были построены, и вот с ними мы долгие годы работали, и много чего наработали. Вот. У него в основе такая стальная сфера диаметром примерно 2 метра, в ней 3 человека. Стальная сфера очень прочная, и она, конечно, не трещит. У нее большой запас прочности, и там абсолютно, ну, как, комфортно, надежно, спокойно. Главное, чтобы не было клаустрофобии, потому что, в общем-то, внутри шарика, и находишься там довольно продолжительное время. Но если 5 часов опускаешься, 5 часов поднимаешься, минимум 10 часов туда-сюда. Ну, смотрите, это мы говорили про Марианскую впадину. В Марианскую впадину эти аппараты не погружаются, у них предел 6 километров. 6 километров тоже довольно много, ну, 2,5-3 часа в один конец займет. Но на аппаратах МИР рекорд погружения, ну, вот от поверхности до поверхности, ну, 22 часа, вот где-то так. Это, кстати, для таких аппаратов, ну, вот такого научного класса, это, ну, это действительно рекорд. Это максимальное время, которое вот ученый может находиться под водой, вот, пребывая в таком вот аппарате. Ну, да, если 2 метра, и там 3 человека сидит, это, конечно, клаустрофа. Это как в аппарате МРТ, мне кажется, ты себя чувствуешь примерно. Ну, да, 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 можно сравнить, да. Все рядом и нужно как-то... Иллюминаторов там нет, да, там все... Есть. Есть иллюминаторы? Конечно, да, конечно. О, я думал, все через камеры. А там все равно ничего не видно. В этом смысл мы называемся подводные наблюдатели, мы именно наблюдаем. Есть. Ну, вот в нашем случае это аппараты МИР, это 3 человека. Это всегда пилот, всегда наблюдатель и плюс-минус бортинженер, который помогает пилоту. Но если пилот очень опытный, то может быть 2 наблюдателя. Тогда пилот все делает один. Вот 3 человека. А ну, там же все равно, уже мы опускаемся там ниже 300 условных метров, и там уже ночь наступает. Насколько хорош дальний и ближний свет у таких аппаратов? Ну, это самая главная проблема как для наблюдателя, так и, наверное, техническая, потому что там действительно кромешная тьма. И да, действительно, вот глубже, ну, 200 метров уже, в общем, ничего не будет видно. Хотя, строго говоря, там еще какие-то там частички кванты света туда еще пробиваются. Но 300 метров точно уже. Ночь полная, и ничего не видно. И чтобы хоть что-то увидеть, чтобы вот выполнять функцию наблюдателя, надо освещать поле зрения, и это технический такой очень серьезный вызов. И, ну, вот, ну, начиналось там такое световое пятно, там примерно 1 метр диаметром, такое слабенькое, потом все больше, больше, больше. Мощность осветителей, всякие технические способы, как сделать там не один осветитель, а 2-3, ну, и так далее. Ну, и все кончилось тем, если вы знаете подводные аппараты МИР, может быть, вспомните, слышали, использовались на съемках фильма «Титаник», нашумевшего. И они реально использовались на съемках, и, ну, не потому что вот там, потому что это одни из самых продвинутых в техническом плане подводных аппаратов, и в том числе, ну, вот, из-за своего оборудования и специального освещения, специально были сделаны штанги такие выносные, на которые вешались прямо гирлянды осветителей, и они светили вот так вот перед собой в одну точку, и это давало такое мощное освещение, что можно было снимать художественный фильм. А, по-моему, чуть ли не Кэмерон же опускался в Марианскую впадину, насколько помню, один из... Да, Кэмерон опускался в Марианскую впадину в 2012 году, это было большое событие, и, ну, вот, я не знаю, почему вы вспомнили в своем цикле про Марианскую впадину, обычно про нее как-то редко вспоминают, как вообще про такие большие глубины океана, но вот когда было это погружение, это, конечно, привлекло огромное внимание широкой общественности, и эта проблема снова как-то стала обсуждаться, и вот сразу там через буквально недели прошли считанные, и нам звонили в институт, просили прокомментировать, а что он там мог увидеть, и вообще зачем это все, вот. Ну, то есть это такой хороший пример, когда, ну, какие-то такие проблемы научные или околонаучные становятся вдруг достоянием широкой общественности, то есть, ну, нужен какой-то толчок, стимул. Вот Кэмерон погружался не ради науки, но он не забыл про науку. Вот Кэмерон очень интересный человек, и, ну, вот у него есть своя такая увлеченность океаном, и тяга к океану, и тяга к техническим всяким решениям в исследовании океана, и это была его собственная конструкция, аппарат ему построили в Австралии, и там на тот период, вот в 2010-м, сложилась такая интересная обстановка, три или четыре компании и, там, персонально личности вдруг вот включились в гонку с тем, чтобы погрузиться на дно Марианской впадины. И вот Кэмерон эту гонку выиграл. Он построил практически в секретных таких условиях свой этот аппарат. Он был очень необычный, и как человек, связанный с кино, он был просто, ну, можно сказать, он напичком был световыми всякими приборами, там мощнейшие были осветители, и он хотел снять фильм про это погружение, он снял фильм про это погружение, ну, там была масса трудностей технических, но, тем не менее, погружение состоялось, его уже, ну, наверное, нельзя называть рекордом, потому что вот мы начали с того, что вспомнили, как в 60-м году люди на дно Марианской впадины погрузились, поэтому, строго говоря, это уже, в общем, ну, был не рекорд, но это, тем не менее, совершенно нового класса аппарата, нового класса достижения. Ну, и он не профессионал, конечно, опять же. Ну, это вот вопрос такой интересный. Он, конечно, его нельзя назвать профессионалом-подводником, но на момент, когда он совершал погружение в Марианскую впадину, я вот точно эту цифру не помню, я думаю, что у него порядка 300 погружений уже был в подводных аппаратах, и в основном с нашими вот ребятами на аппаратах МИР, и, ну, в общем, у него такие давние отношения с нашими подводниками, так что, ну, если он не совсем профессионал, то полупрофессионал. Давайте оглядимся по сторонам. Сразу после небольшой паузы у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной и Фауны Океана, Института океанологии имени Шершова Ран. Мы в Марианской впадине. Уральские самоцветы. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев. Здравствуйте. У нас гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной и Фауны Океана, Института океанологии имени Шершова Ран. Сегодня мы говорим про Марианскую впадину. Почему, спросил нас Андрей Викторович, мы подумали о Марианской впадине, поскольку самое глубокое все-таки место и, наверное, одно из самых загадочных, потому что мы говорим, вот, там смотрим фильм «Марсианин», люди на Марс летают, а, в общем-то, море-то тоже изучено, океан мировой сколько? 5% по-хорошему или сколько? Какие цифры сейчас? Ну, как считать, да, но это первый процент, да. Поэтому давайте, может, попробовать поговорить о том, что там вообще можно увидеть, какие там формы жизни живут. Я думаю, что даже в самых фототических фильмах нам далеко не все привидится. И, кстати, вот эти кинорежиссеры, типа того же Господи Кемеровна, они очень много используют из подводной жизни в своих каких-то фантастических фильмах, насколько я это вижу и знаю. Совершенно точно, да. Что там происходит? Неужели там действительно какие-то чудовища, как орех, пытаются разгрызть эти спускательные аппараты? В 2003 году, вот тут, да, у нас в справке написано, что в Америке были опубликованы сенсационные результаты исследований Марианской впадины, и там что-то микрофоны зафиксировали какие-то скрижающиеся звуки, вот, и какие-то там чудища на шести стальных тросах опускали дюймового сечения эту капсулу. И вот не менее 12-16 метров какие-то большие объекты пытались разгрызть. Это... Ну, нет, я думаю, это какие-то истории. Это вряд ли к реальности имеет отношение. Там, конечно, есть жизнь, там жизнь не очень богатая, но она есть. Ну, вот конкретно в Марианской впадине на дне что можно увидеть? Можно увидеть актиний, можно увидеть животных, которые называются иглокожие, в частности, ну, галатурии, это такие, ну, их по-русски морские кубышки иногда называют. Может быть, может быть, вспомните такие названия кукумария, трепанг, это то, что едят, поэтому... Морской огурец. Морской огурец, совершенно верно, да, да, это то, что, может быть, как-то знакомо. Ну, вот они бывают глубоководные, и в том числе они живут в Марианской впадине. Ну, там есть рачки небольшие, бокоплавы, в том числе, там медузы есть, которые над дном плавают прямо у самого дна. Ну, есть простейшие, в том числе, форминиферы, и есть... Ну, да, про других врать не буду, да. Форминиферы точно есть, про других не знаю. Пишут тоже в этой справке амебы 10 сантиметров. Амебы 10 сантиметров. Сантиметров. Вот амебы 10 сантиметров, это то, что у меня было на языке, но для Марианской впадины я это не знаю, а вообще это очень интересная группа животных. Это действительно одноклеточные животные, они действительно могут быть 10 сантиметров, если точно, они могут быть 22 сантиметра, насколько я знаю, рекорд. рекорд, то есть так, ну, в общем, с детскую голову или такую, с подростковую голову. И это все... И это одноклетка, в это трудно поверить, но она, конечно, многоядерная, то, что называется такой плазмодий. Но это, строго говоря, одноклетка, можно сказать, это не совсем амеба, но так для упрощения можно сказать, да, что это, в общем, такая амеба. И вот такие формы жизни, они встречаются только на больших глубинах океана. Не в Марианской впадине, еще раз, и вообще не обязательно во впадине, а большие глубины океана, ну, просто, ну, вот 5-6 километров, такая средняя глубина ложи океана, это, ну, примерно 4,5-5 километров. Это уже очень много. Но там же бешеное давление совершенно, там же жизнь действительно может быть только какая-то странная, но уже обычные рыбы, мне кажется, не выживают в такой глубине и при таком давлении. Ну, вот мы и подходим, да, к очень интересному вопросу. Давление, вообще, что ограничивает жизнь на больших глубинах океана? Давление, как ни странно, не самый главный ограничитель. Давление, конечно, ну, каждые 10 метров одна атмосфера, значит, 11 километров давление чудовищное, 1100 атмосфер. С чем сравнить, не знаю. Почему там не лед, я не понимаю, там же нет света. Думаю, что там танк на тебя наехал примерно так. Там же холодно. Там холодно, но там плюсовые температуры. Давление сильное, но вот рыбы там не живут. Мы можем к этому вернуться, но там живут животные, которые называются, ну, беспозвоночные, всякие, ну, моллюски, червяки, звезды морские, ну, и так далее. Нет костей, чтобы ломать было давление, нечего. Дело не в костях, у них нету полостей. Это практически, ну, такие водянистые тела, и, соответственно, давление, ну, вода, водой не сжимается, то есть у них нечего сжимать. Там нету ничего, что могло бы, что должно было бы противостоять давлению, как, ну, какое-то тело или корпус. но есть проблема биохимических реакций на такой глубине. Вот тут уже вот проблемы более серьезные. Уже вот процессы, которые идут в живых организмах, вот они к такому давлению должны приспосабливаться. Но они приспосабливаются. И вот пример жизни на этих максимальных глубинах океана, он как раз показывает, что давление как таковое это не, ну, по крайней мере, не основной ограничивающий фактор. Вот вы удивитесь, но основной ограничивающий фактор это еда. Если нет еды и нету источника энергетического, то тогда нету и жизни. В океане такой ситуации нету. В океане какая-то форма пищи находится везде, просто вопрос в ее количестве. А вот теперь мы можем перейти к очень интересному такому моменту. Вот Марианский желоб 11 километров. Ну, или около того. Действительно, ну, рекордная глубина самая большая. Там действительно жизни не так много. Но это особенность не глубины, а это особенность расположения этого желоба в Мировом океане. Если бы эта глубина была, например, у нас в Курилокамчатском желобе, там была бы совсем другая история. Там этот список, который я такой довольно скудный вам перечислил, кто там живет, он был бы раз, ну, я не знаю, в разы больше. Давайте подробнее об этом поговорим сразу после новостей. Напомню, что у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Доны и Фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Сейчас небольшая пауза, уральские самоцветы послушают, и потом Марьянская пауза продолжим. Вечер добрый, здравствуйте, вахтанг, 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 Павел Картаев. Мы говорим о тайных океанах, тема у нас сегодня от Марьянской впадины, и у нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Еще раз добрый вечер. Добрый вечер. И, может быть, все-таки были какие-то, неожиданные открытия. Мы еще хотим, конечно, узнать про каких-нибудь чудовищ, странных рыб, каких-то странных организмов, которые, в общем-то, ну, наверняка существуют, но просто не встречались, может быть, часто кому-то. Да, я понимаю, что такая тема, она провоцирует на чудовище, потому что, ну, такой, наверное, самые непознанные уголки планеты с точки зрения жизни. Какая жизнь вот на максимально глубинах океана, в океанических желобах. Но вот мы же уже говорили про то, что, ну, там такие достаточно сложные условия для жизни и давление, да, и пищи мало, и мрак полный. Поэтому, ну, вот, мне кажется, что чудовища, они где-то в сказочном лесу должны быть, какие-то там драконы огнедышащие. А на дне... Где климат получше, да, вот этой еды побольше. да, 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 да. Сказочный лес, да. А на дне океана все-таки все-таки вряд ли. Хотя, ну, жизнь на больших глубинах океана, она достаточно интересна, разнообразна, между прочим, и необычна. Это, если говорить, если говорить, ну, не обязательно, вот, там, 10 километров, 11 километров, да, возьмите 6 километров. 6 километров – это глубина, ну, вот, на которой, ну, после которой, если так строго говорить, начинается желоба. Вот все, что до 6 километров, это, вот, 5, 6 километров – это ложи океана, это обессальные равнины, это бесконечные, бесконечные, такие вот огромные пространства. И, кстати, просто, чтобы был такой, ну, такой глобальный взгляд, да, на это все, вот эти, вот эти пространства ложи океана – это 50 с лишним, 52, если быть точным, процента поверхности планеты. Не океана, а планеты. Это самое большое пространство для жизни, на планете Земля. А желоба занимают порядка 1 процента. Но желоба, если вот посмотреть на, ну, на глубины, на протяженность такую, ну, вертикальную, вот, на Земле, да, то это примерно 11 километров, и от 6 до 11 это примерно, ну, половина вот этого глобального диапазона глубин, который встречается в океане. Поэтому, поэтому очень важно, ну, вот с такой фундаментальной точки зрения, очень важно понимать, кто там живет, что там живет, и вообще, как это все устроено. Есть у нас это понимание и знание? Оно, ну, некоторое, некоторое есть, некоторое есть, и, ну, опять вот, можно как-то чуть-чуть от Марианской впадины, ну, отойти, что ли, потому что, ну, вот смотрите, даже если, вот, взять западную часть Атлантического океана, где находится Марианская впадина, то там целая цепочка желобов, вот, от нашего севера, ну, нашего, вот я имею ввиду как раз Курило-Камчатский, и дальше туда, на юг, на юг, на юг, вот как минимум пять желобов, в которых глубина превышает 10 километров, ну, то есть, это близко к максимальным, значит, Курило-Камчатский, Марианский, Филиппинский, Тонго, Кермодек, вот такие названия интересные, да, это все желоба, в которых ну, вот, огромной глубины, 10 500, 10 400, ну, это близко к 10 900, и даже к 11, и вот, то, о чем я уже упомянул, Марианская впадина, она достаточно бедная, и не в силу глубины, а в силу просто своего расположения в океане, там мало пищи, жизнь на дне, она зависит от того, что поступает сверху, а сверху поступает в меру того, что там производится первичная продукция, фитопланктон, вот, чем больше первичной продукции, тем больше поступают органики, органические вещества на дно, вот. Ну, хорошо, ладно, если посмотреть на Камчатский, например, желоба, там больше еды, и что, там на глубинах около 10 тысяч метров, там гораздо больше всяческой жидности. Там очень богатая жизнь. И рыбы есть плоские. На глубине Курилла-Камчатского желоба уже вот просто, вот куда взгляд не кинете, у вас будут животные в поле зрения. Кстати, даже в Марианске впадине это почти так, но там все-таки намного беднее, а Курилла-Камчатский просто это будет, как сад-огород, но рыб не будет. Вот с рыбами, вот мы, да, мы уже в какой-то момент говорили, да, про влияние давления, про вот всякие ограничения в факторах среды, и про то, что вот беспозвоночные животные могут эти ограничения преодолевать и жить на самой большой глубине. А вот с рыбами дело обстоит сложнее. Но рыбы тоже живут достаточно глубоко. А глубоко – это 8 километров с лишним. Рекорд поимки рыбы – 8 300. На что она была похожа вообще, эта рыба? Она была похожа на головастика, только большого. Есть такое семейство рыб, которые по-русски называются слизни, морские слизни. Вот она была похожа на слизняка. Но на самом деле, ну, это рыба, ну, просто, и она достаточно такая, ну, 20-30 сантиметров, может быть. Но, да, значит, 8 300, и глубже рыбы не встречаются. Потому что, вот для рыб, там есть, у них получается такое, вот биохимическое, вот то, о чем я упоминал, просто вот тот белок, из которого, ну, некоторые белки, из которого состоят ткани, у таких вот более развитых организмов, у костистых рыб, они не выдерживают. Их метаболизм, ну, в общем, на больших глубинах, он не, ну, не происходит, и они больше глубины переносить не могут. И вытаскивать их нельзя, надо изучать их там, да, иначе их разорвет, и изучать будет нечего. Их не разорвет, поскольку у них нету плавательного пузыря, у них нету, а даже если есть орган, который вот на месте плавательного пузыря, то он либо каким-то вот жиром заполнен, в общем, он чем-то таким заполнен, что не, ну, не является газом, и не, ну, не предназначено для того, чтобы вот выдерживать давление, гигантское совершенно, внешнее давление. А, кстати, есть рыбы еще, которые называются хрящевые, да, вот всякие акулы, скаты, они более примитивные, чем костистые, но они еще мельче живут, они не встречаются глубже 4 километров, там, там другая проблема, структура хряща просто под давлением начинает меняться, вот как-то вот, ну, затвердевает, ну, в общем, структура его изменяется, и поэтому они не выносят давление больше 4 километров. Вот, хрящевые 4 километра, костистые 8. Вот так вот. Какая температура на дне Марианской впадины? На дне Марианской, ну, вообще в желобах температура, ну, где-то, ну, 2 градуса, 3 градуса, вот такая вот. Что позволяет температуре воды не опускаться ниже нуля и не замерзать? во-первых, во-первых, весь океан перемешивается, и начиная, вот, ну, с определенных глубин, ну, где-то вот там 5-6 километров, там уже достаточно такие стабильные глубины, это действительно холодно, это действительно мрак, но холодно, это где-то, ну, 2-3 градуса, а дальше, ну, все зависит от района, допустим, где-нибудь у берегов Антарктиды, там может быть минус 1, вот, где-то там, ну, в более теплых водах будет, ну, 2-3, вот, ну, в общем, такое влияние, влияние воды из более высоких слоев, горизонтов, ну, вот оно, оно имеется, но в целом, в общем, ну, не очень большой температурный диапазон. С таким давлением, какое есть на дне Марианской впадины, наверное, и вода кипит при другой температуре, не при 100 градусах Цельсия, да? Совершенно верно, вода, да, температура кипения зависит от давления, да, это, да, этот, этот феномен, мы с ним, ну, как мы его видели воочию, когда есть в океане такое явление, черные курильщики, гидротермальные растворы, ключи, вот такие слова, да, и, ну, это когда вот такой, горячий очень раствор, бьет, ну, как гейзеры такие подводные, да, но это на большой глубине, и вот интересно, что там температура может быть 400 градусов, например, когда вот ее просто померили физически, ну, то как-то, как-то такое было недоумение, но потом все быстро, в общем, встало на свои места, потому что, да, давление, давление может, вот, ну, существенно повышать точку кипения. Интересно. При большом давлении, 400 градусов, оно не кипит, а спокойно себя бьет. там даже пузырение, а то просто... Картошку не сварить, в таком гейзере. Нет, картошку сварить. Картошку, я думаю, сварить можно, да, картошку-то, да, ну, хорошо. Если они расплющат, у тебя сразу будет этот самый, как называется, пюрешечка. Голодными не останутся. Пюрированный картофель. Пюрированный будет, да. Спасибо. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу в нашем обсуждении. Андрей Викторович Гебрук у нас в гостях, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океанной института океанологии имени Шершова Ран. Говорим о Марианской впадине. Интересно, а есть ли там смена времен года в Марианской впадине или нет? Буквально у нас 10 секунд до паузы. Короткий вопрос. И да, и нет. Вот, если это на поверхности, если есть весна-лето. Давайте прервемся, потом продолжим. Уральские самоцветы. А в Ахтанг Махараз, Павел Картаев и наш гость Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной фауны Океана института океанологии имени Шершова Ран. Говорим о Марианской впадине, ну и не только о Марианской впадине, вообще о больших глубинах, о фауне, о флоре, о которой там проживает. Павлю спросил про времена года. Времена года, климат, да. И да, и нет. И да, и нет, да. Что это означает? Потому что, ну, как вот в случае с пищей, это все зависит от сезонности на поверхности. Если это, ну, такие вот, мы это называем умеренные широты или высокие широты, там, где есть смена времен года, вот там, где мы живем, да, вот если где-то вот на нашей широте оказаться в океане, например, там, в Северной Атлантике, то есть весна выраженная, есть лето, осень, зима и так далее. И да, это все тогда отражается, это сезонность, она отражается и на дне. Но в тропиках ее нету. Там, в общем, ну, примерно все в течение года происходит одинаково. И, кстати, если конкретно отвечать про Марианскую впадину, то это тропики, там сезонности нету. Ешь бананы, ченкачан. Там более-менее все примерно одинаково. А сейсмическая активность в этом районе? Сейсмическая активность есть. Да, это вообще такой вот, ну, периметр Тихого океана, это вот такое знаменитое огненное кольцо. Там желоба, это, ну, это все желоба, которые вот по периметру Тихого океана, они в зоне сейсмической активности очень высокой. То есть есть вероятность, что профиль Марианской впадины может измениться до неузнаваемости? Ну, насчет неузнаваемости, ну, а с чем сравнивать, да, так на наш, за наш век вряд ли, а за геологическое время, конечно, да. У меня такой интересный вопрос. Возможно, что существуют впадины больше Марианской, да, ведь все-таки океан занимает, ну, громадную по размеру территорию, невозможно изучить, даже там половину, даже четверть невозможно. Может быть, там еще есть десяток впадин, которые там 20 километров, но мы о них просто еще ничего не знаем. Ну, все-таки вряд ли. Конечно, могут быть уточнения, могут какие-то найтись, какие-то интересные, там, не знаю, места на дне, которые вдруг окажутся не такими, какими они представляются, но думаю, что радикальных таких открытий, ну, не произойдет. Вот, ну... То есть настолько изучен уже океан, что мы, в принципе, знаем, ну, рельеф дна... Ну, по крайней мере, рельеф дна, вот, ну, так, ну, грубо, конечно, но где-то лучше, где-то хуже, но, в общем, карта рельеф дна, она более-менее уже так понятна, но... Ну, вот могут быть какие-то уточнения, да, там, это 11.22, или это 11.33, или это 10.990, но вот чтобы вот принципиально новый какой-то желоб, это и глубина, которая принципиально больше Марианской, ну, честно говоря, вряд ли. Я при этом, ну, абсолютно, ну, еще раз подчеркиваю то, что вы сами уже произносили, что, ну, океан изучен, ну, крайне недостаточно, это, ну, степень нашего знания, это первые проценты, если говорить про жизнь, но все-таки вот про геологию, про вот такие вот основы, ну, как вот строение дна, рельеф дна, ну, все-таки вряд ли. Но если мы не знаем про жизнь, возможно, просто вот эти все симпатичные рыбки, которые инопланетяне практически, они прячутся от нас. Мы спускаемся в Марианскую впадину на каком-то аппарате, и у нас есть большой фонарь, ну, мы светим, кому нравится, когда ему светит в лицо большим фонарям, они прячутся где-нибудь там в пещерках, например. Возможно такое? Думаю, что мы их просто не видим? Ну, да. Думаю, думаю, что да. Тут просто я не вправе сказать, что нет, потому что, ну, иначе получится, что мы там все уже давно знаем. Конечно, нет. И, кстати, мы гораздо меньше знаем то, что живет в толще воды, потому что, ладно, дно. Вот я говорил там про цифры, процент планеты, 50 процентов, 1 процент – это дно, и оно имеет какую-то размерность, предел, его всегда можно как-то, ну, достичь теми или иными способами и исследовать. А есть еще вода, которая лежит над этими глубинами. Вот 11 километров, и это все покрыто водой. И, ладно, 11, ну, вот 6 километров. Представляете, 50 процентов поверхности планеты, ну, просто самой поверхности покрыто водой. И вот что живет на глубине 4-5 километров толщи воды, вот тут сюрпризов может быть полно. Трудно представить даже. А если найдем на дне Марианской впадине супертопливо, суперпроводник какой-то, он кому будет принадлежать? Мировому сообществу. Всему? Не, ну, правда, да. Всему? Баб, недоверчиво так спросил. Всему? А если мы найдем? Ну, да, ну, кто бы... Это на самом деле... Вот мы просто в шаге сейчас уже не успеем поговорить. Я так понимаю, интереснейшая тема, которая очень горячая, которая появилась буквально в последние годы, это минеральные ресурсы глубокого океана. Вот все знают про нефтегаз, который на склоне, но это, как правило, национальные воды, территориальные воды, и там вот, ну, у кого это в пределах этих самых границ, то тому и принадлежит. Но за пределами территориальных вод огромное количество ресурсов, как выяснилось недавно, например, поля железомарганцевых конкреций, которыми давно уже интересуются, и давно уже, в общем, какие-то участки дна поделили между собой, ну, так, на будущее. Это еще до сих пор добычи не ведется, но она уже очень серьезно обсуждается. Вот об этом речи. То же самое. Может быть, мы что-то найдем в желобах, хотя, честно говоря, вряд ли. И без них хватает ресурсов, и в океане есть чего добывать, и есть чего делить. Главное, все делать разумно. В общем, есть повод нам с вами снова встретиться и поговорить об этом. У нас в гостях Андрей Викторович Гебрук, доктор биологических наук, заведующий лабораторией Донной Фауны Океана Института океанологии имени Шершова РАН. Спасибо большое, до свидания. Спасибо, всего доброго. До свидания.